Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Марина Александровна, директор пансионатов Весты и Заря Анапы. До Весты не пройти. До Весты мы сейчас с вами поплывем. До Весты путь совсем отрезан. Да, но я не смог уже сколько раз подойти. Мне сегодня ребят сказали, не вздумай, там говорит, очень глубоко. То есть мы туда не пошли. Давайте попробуем. Ну вот работают, что они звонили МКТС, там казачьи даже приходили, обещали, что помогут. Звонки идут, да? А что говорят, почему не помогают? Везде же уже помогли практически. Очередь. А, то есть очередь. Так, куда едем? Через Весту. То есть вы просили обесточить... Мы просили обесточить ТПС, который находится на балансе МЭСКО. Вы звонили, предупреждают, что вода подходит к трансформационной станции. Мы приехали, ну и в итоге кабель щелкнул очень сильно, кабель разошелся. И вот сейчас уже почти десятый день. Мы с пельбезоэлектрическим визуевым эмбиратолем. Вот мы уезжаем сейчас на несколько мест. Здесь воды было прошлое. Там, видно вот по бордюрам, то есть то, что водички было гораздо больше, собственно. Её плохо слышно. Ну, ребят, машина работает, там будет лучше, надеюсь, слышно потом в дальнейшем. Проплываем действительно вот как есть. То есть потихонечку транспорт пытается двигаться, чтобы не нахлебаться воды. На лодке это было, конечно, вообще, наверное, эпично. Здесь по поясу нет. Крыльский насос убрали? Кровее бросить. Не убрали. А, то есть она сама поплыла, да? Да. Вот сейчас выйдем. Звук, чтобы получше было, расскажет. Так, ну, можешь рассказать вот по домам, докуда вода доходила. Здесь по домам, если сейчас спрашиваем. Что выходит канализация, канализация переполнена. Ну, не работает сейчас по всему Пионерскому проспекту. Видите, то есть везде вот эта проблема, что канализация... Видно в уровне вода. Вот была вода. Здесь. И вот здесь была стояла вода. А вот в эту, сюда же стекает вся канализация, потому что везде. Это вот самые низкие точки, я так понимаю, да, у вас просто получается. Тут, я так понимаю, тоже все было, да? Тут отметка воды была, вот. Уже сейчас, по идее, должна быть возможность вот туда, на гостевой, откачаться отсюда. То есть они могут забыть. Ну, вот весь автур. Мы вчера как раз пытались поймать Василия Александровича. Нам гостевой не поможет, потому что там есть между нами перемычка, высокое место. Нет, шлангами есть, если качнуть. Если только шлангами. Ну, то, что сейчас там... Ну, это очень большой. Ну, я вам сейчас покажу место, куда можно шланги вывести. Нам нужна пожарная машина, которая просто возьмет эту всю воду и будет качать. У нас стоит сейчас здесь два насоса и там две помпы, которыми мы качаем вот уже десятый день. То есть мы качаем, а вода снова приходит, мы снова качаем, не переставая. И при этом все время находимся на дизельном генераторе, чтобы поддерживать жизнь и благосостояние гостей, которые здесь живут. То есть не все съехали, решили остаться люди, да? Гостей. Ну, место, оно полное. А, то есть полный пансионат. Полный пансионат. Никто ни разу не спросил, сколько у нас гостей. Никакую статистику не собирали. Какая помощь нужна? Ничего, вообще ничего, не спросили ни разу. Только мы звоним, спрашиваем, просим что-то. Даже вот элементарно запустить нам электричество будет уже попроще. То есть вот здесь у вас выход по сухому? Здесь выход, здесь по сухому. Здесь по сухому мы прокатывали. В ночь подтопления вода стояла. Здесь все стояла вода, вода шла легко, потому что мы сами прокопали. Вот туда вот выход на второй динаморский, получается, проход, да. Там, где вымывала рекой. Вот, видели, где у них будка, мива перевернутая. Вот в это место мы, получается, спустили часть своей воды, тем самым усилив тот проход, ну и что выбило. Вот, здесь все стояла вода, и вот мы ее потихонечку туда тоже выводили свое. То есть, ну сейчас у вас тоже проблема в том, что и сюда уже она не пойдет, он что-то... Да, она не пойдет, да, и она туда тоже не пойдет, потому что все, он там заилилась сильно, нам уже своими силами не прокопать. Мы пытались нанять трактор, но вся техника сейчас задействована. Вся администрация работает, да? Да, да. Все, кто нам до этого с нами помогали, вот. А здесь очень высоко, то есть мы уводили вот наше русло, вот это русло, да, мы как раз уводили генератором жизни гостей. А сзали Анапы мы приняли всех на Весту. Сзали Анапы я вам сейчас покажу. Понял, то есть это позитив был? Да. Белья, которое было затоплено полностью по всей кровати, мы перестирать его до сих пор не можем, то есть мало того, что мебель пришла в негодность. Так, а белье мы сейчас тоже потеряем, потому что там до сих пор все лежит сырое, мы не можем постираться, потому что не хватает электричества. Ну все, то есть запустить из стиральной машинки, я понял. Да, стираем уже и днем, и ночью. Ну все, пока мы переселяли гостей из зари Анапы, мы не заметили, как вода зашла в десерчину. Ну я вижу, вижу, да. Ну то есть мы просто его уже подберем, тут все плавало, если ламинат, это понятно. То есть пока мы исцелили гостей. Это все под выкид, короче, просто. Колоссальный сезон просто называется. Вот это жилая территория пансионата Заря Анапы. И как вы видите, она по настоящий момент, скорее всего, будет в принципе непригодна для проживания в дальнейшем. Потому что 10 дней она находится под водой. 10 дней находится под водой все бойлеры, все деревянные сооружения. Вода-то поднимается, то опускается. Вот здесь вот на уровне кустов четко видно, какой был уровень воды. Затоплены первые этажи полностью. Затоплены кровати. Мы успели только эвакуировать гостей. Эвакуировали их сначала на вторые этажи, потому что было много людей. Вторые этажи частично не переселяли. Переселяли их уже на второй день. И пансионат Веста доселяли всех с первых этажей. Сейчас тут бойлеры, оборудование. Белье мы уже сняли, но оно гниет, потому что мы не успеваем его стирать. Потому что у нас нет мощностей, просто элементарно электричества нет 10 дней. И вода стоит до сих пор в номерах, в цоколе, везде она стоит. Не в цоколе, а в фундаментах. И данная часть, она получается вот. Нам нужно вывести, помочь вывести вот эту воду. У нас есть очень хороший выход в море, который сделала сама река. Но у нас не хватает мощностей. Мы качаем, не переставая и днем, и ночью. Вот у нас две мощных помпы, но нам их не хватает. То есть вот самое главное, вот просьба, какие вы озвучили? Вывести воду, мы это говорим уже 10-й день. Всем МЧС, на все службы. ЕДДС звоним, 112. Все говорят, мы вашу заявку приняли, но никто не был. Никакой, ни комиссии, никого сюда не было. То есть и электричество, да? Потому что у вас генератор уже 10-е сутки, так сказать. 10-е сутки работает генератор. Мы отключаем его только на 3 часа ночи, чтобы он передохнул, немножко охладился. И заново запускаем, потому что нужно людей кормить и обеспечивать электричеством. У них простые потребности, это наши гости. Мы не можем гостей курорта все-таки бросить. Они, пусть и в чрезвычайной ситуации, но они приехали сюда отдыхать. И причем они не уехали, а пытаются как-то... Они, да, они с нами, они входят в положение. Многие как бы принимают, но при этом они хотят в достойном условиях существовать. Так, а в чем проблема с электричеством? Объясните, почему не восстанавливают? У вас что там, затоплено все или что? Нет, ничего, здесь ничего не затоплено. То есть здесь уже даже все ТП, они вышли из воды, они находятся на возвышенности. Просто они приезжают и говорят по телефону, что у нас 160 затопленных подстанций. Ну им сегодня написали, что осталось всего лишь 10. Ну, значит, две из них наши. Одна Веста, вторая Заря, Анапа. То есть вот вы просите их, чтобы они тоже отреагировали, приехали, тогда даже вы сами могли бы, я думаю, больше мощностей для откачки использовать. Могли бы, да. Но электричества не хватает, и отстираться, и спасти можно было больше. То есть никто не просит, дайте нам денег, и мы будем жить спокойно. Мы не просим ни денег, мы не просим эвакуировать куда-то наших гостей у нас, потому что мы перестроили всех своими силами, всех разместили. Конечно, были гости, которые отказались в таких условиях существовать. Есть гости, которые до сих пор приезжают, и они да, они понимают, но нам нужно просто элементарная помощь, помочь откачать воду и дать электричество. И все, вы сами остановитесь? Все, мы дальше всем, ничего мы не просим. Ну, выполнить то, что Неско получает деньги постоянно за работу? Топ-то и дело, что мы бы эти деньги тратили не на дизельное топливо, а потребляли электричество Неско и платили ему за его же электричество. А МЧС, ну, просто выполнить, как говорится, свой долг, это было бы очень позитивно. Так, сколько у вас еще жителей сейчас проживают, хотя бы примерное количество? 200 человек. То есть 200 человек просят о помощи просто, ну, отдыхающих гостей нашего города-курорта. 200 человек персонал. Они точно так же, они каждый день ходят. Мы ходим по этим дорожкам, мы ходим босиком, потому что сапоги переполняются. Мы просто просим помощи. Мы дальше будем убирать. Мы все своими силами уберем, вычистим, приведем в порядок и гостей с сентября мы будем уже встречать в достойных условиях. Но вот эту воду мы сами не откачаем, потому что нам не хватит своих мощностей. А во-вторых, там есть место, в которое просто нужно либо его проштробить, либо пробить. Это не гостевой проезд. Наша вода гостевым проездом не уйдет. Не уйдет. Все, понял. Спасибо большое. Вот такая вот ситуация, ребят. То есть вы можете увидеть территорию базы отдыха и как бы помочь распространить. Мы еще туда проедем, сейчас покажем. Вы сейчас увидите дальше. Так, мы попробуем чуть-чуть дальше пройти, чтобы показать вообще, что там происходит. Чтобы это было, как говорится, более понятно и наглядно. Я тут тропинков не знаю, будем идти. То есть по кустам вот видно, что вода заходила в эти домики, несмотря на то, что тут предостережение есть, уже, как говорится, сделано все повыше. То есть большая рыбка у нас. Кого-нибудь поймали? Территория, вот она, да, вот она, как говорится, в канале. Офигеть. Сейчас здесь было то, что им нужно легко подъехать на пожарной машине. Все-таки глотнить, что мы, в принципе, вчера с Динамо 2 договорились и сделали. Шлепки прилипают. Сейчас мы с вами вышли на территорию Динамо 2. Мы договорились с хозяевами, они разрешили даже, прошитробить вот здесь асфальт. В принципе, мы вчера были готовы к тому, что мы страбим асфальт и выводим воду. Но после вчерашнего второго наводнения, вода поднялась уже выше асфальта и нам пока нет необходимости. делать, брызгаться лишний раз. Мы вчера сняли вот здесь вот... Часть грунта, бордюр. Часть грунта, бордюр и выводим. О, рыба с этим. Да, да, это много. И выводим. Очень хорошая. То есть, можете смотреть, сколько рыбы здесь уже водится. Видите, она вот сейчас поднялась, идет самотеком. Просто надо усиление, потому что вся вода не уйдет. Вот опять-таки, то есть мы вчера получили дополнительный потоп. И вот это еще больше усугубилось ситуацией, которая здесь есть. Ну и вот тропа, которая сделала Самарика. Здесь первый день были машины, которые уже топлены, огоньки. И вот сюда бы убудет вся вода наша. Нужно немножко углубить, уйдет наша вода. И в том числе мы поможем динамовской воде тоже. Тоже против. Да. Потому что она у нас общая. А это было шикарно. Тут не надо, как вчера на гостевом пробивали, через песок. Вот она. И та сделала сама все себе. Нам здесь можно немножко помочь. Да, я в первый день был просто в ужасе от того, что здесь так случилось. А потом дальше уже люди стали пробивать везде, чтобы вода ушла. Вот видите, что сотворила сама природа. То есть она пробила. Тут не было прохода. Была дюна. И просто поднялась в уровень выше. И ушел. И все. Вот так вот. Это все выглядит. То есть надо чуть-чуть помочь именно в том. Надо немного помочь, да. Чтобы опустить везде. Нужна техника. Копнуть нужно немного. Не так вчера пробивали. Не пытались обратиться к администрации сразу. Все вчера здесь были. Не успела вчера, когда был Василий Александрович на гостевом проезде. Приехала уже позже, когда подогнали туда технику. Мне сказали, хорошо, мы к Вам придем завтра. Взяли мой номер телефона. Но вот завтра уже подходит по второй половине дня. А мы все там же. Никого нету. Потому что больно, что оно будет все... То есть ее немного еще уходит на Динамо. И то, что пробито в гостевом, оно не уйдет. Наша вода туда не идет. И на Пионерском проспекте точно так же видно, что вода в часть района Дюн Золотых, она не идет выше на гостевой проезд. Поэтому мы просим, что нам сюда еще один проход такой нужен. Проходим сюда дальше на территорию вот этих домиков. Так, качались 7 дней. Когда мы качали 7 дней подряд, вода ушла. Вот здесь вот у нас уже была суша. Оказывалось. После вчерашнего вода пришла снова и пришло ее нисколько не меньше. Но при этом, как бы, вот эту часть мы так не смогли высушить даже за 7 дней. Сейчас думаю, что еще за 7 дней, но просто в негодность придет все остальное. Мы думаем, что она быстро будет, а что-то же она не уходит. Самостоятельно получается, что нужно признать, что мы справляемся самостоятельно. Так вот, видите, сейчас затопленная территория. Просто вода называется везде, везде, везде. А рыбки плывут к нам. Такие вот виды, конечно, открываются. Это просто, представь, насколько ужасно видно все это смотреть. Человеку, который со мной, как говорится, начальник ходит в воде. Огромная просто территория. Большие количества, объемы воды. Это зеркало у вас очень большое получается, да? Это зеркало воды и все. Это, наверное, даже меньше половины. Сейчас мы зайдем во вторую часть базы, в которой никто не живет. Но она не пройдет, если там глубже здесь получается, да? Да. Там как яма. И веюнские дожди мы сами устроили. Были дожди, да. Сильные, ну. Вот в середине были очень сильные дожди. Но такого, чтобы вот подальше гладь ходил. Офигеть! Здесь помпы ваши точно не справятся. Офигеть! Территория, ребят, затопленная. Три гектара. По колено. Да, мы уже зашли по колено. Детские площадки. По куче ивы. Можно платную рыбалку. Венеция точно. Есть. Чем дольше вода стоит, тем больше сил понадобится. Вообще хоть что-то восстановить. Вот этих домиков он не стоит. Мы это не планировали даже восстанавливать. Они этот год последний выживают. Но дело именно в воде. То есть она наносит вред. Понятно, что траве, всему коммуникациям. Самое сложное это коммуникации. И плюс, так как эта вода вся стоит здесь. Она приходит на территорию Весты. Она имеет в себе уже гнилостное состояние. Нам ее с ними никак не убрать. Плюс она заражает все вокруг. Наверное, вот эти территории. Туда дальше пойдем? Вчера, когда пошла вторая волна, мы сделали следую. Можно сказать, на Пионеровском проспекте. Я видел там мешки, да? Из местов, да. Мешки, доски. Мы в Кинцам хотя бы большой поток убрали. И я считаю, не так много ее там еще. Но потом мы пошли по соседям и поняли, что все равно есть небольшие дырочки. И через эти дырочки все равно она приходит к нам. То есть бессмысленно, да? Бессмысленно, да. Потому что вода все равно это правильно дырочка найдет. И спрятаться от нее особо не получится. Да. Посмотреть, какой это объем воды. Это не лужица, которую мы не можем отключать. Это не лужица, а на озеро. Которому просто некуда деваться, в принципе. В этом озеро вообще нет. А вообще, ранее были, может, какие-то водоотведения? То есть, не смотрели? У нас есть. Ну, в данном объекте позже мы сегодня только первый год, но мы вообще не были готовы. Но прежние водоотведения не предупредили о том, что. Но предупредит сезон, есть две ливневки, которые сейчас находятся в луже, при въезде навесных. Мы их прочистили. И в течение, когда были дожди, мы их тоже прочищали. Но недостаточно. Конечно, сейчас делаем выводы. И планируем уже написать все ливневки на тот объем, который должны быть. И да, этот вывод, многие возмущаются. Эта ливневка все равно пойдет в море. Потому что здесь, в Анальке, я не уверена, что куда-то можно по-другому эту воду убрать. У нас были вот все время в СССР водоотводные каналы, куда вся вода всегда уходила. Но у вас все три поставилось, и она перекрыла отсюда, откуда-отвод. Да. Все глубже и глубже выходим под воду. Вот реально, посмотрите, вода по колено. То есть это огромная территория, три гектара, с таким объемом воды. Вон, все, мы выплываем. А количество персонала, вообще сколько людей у вас работает? Есть у него девочек с третьего, которые говорят, ну, представляешь, что десять дней ездим вот так вот на работу. То есть, в начале, когда стоял. То есть, сколько у вас работников вообще трудоустроенных? У нас сейчас уже все равно, как минимум, все равно у нас ездили. Вот так, 50 человек. То есть, 50 человек, вот местных жителей, кто приезжал сюда, получали здесь зарплату. Помимо того, что еще отдыхающие. Ну, все, вот вам. Вопрос именно о судьбе этих людей так же стоит у дома. Сегодня мы будем бороться за то, чтобы сохранить имущество, сохранить остаток сезона, потому что всем их лицам, всем нашим сотрудникам нужна работа. Мы им гарантировали работу до конца сентября. У нас есть броня до конца сентября. Мы хотим бороться. Здесь показаны. Извините. Ага, это от соседей, да? Да, от соседей. Вчера просто волной сюда все шло. Да, я их понимаю. Они тоже приоткрыли. Потому что у них, иначе, вся волна с Пионерского, так как мы построили свою дамбу, вся волна с Пионерского была у них. Я их понимаю, не как бы не ругая. Но мы здесь хороших отношений. Просто поначалу было, в нашу сторону качали, мы с ними поговорили, сейчас уже качают. Перекидывают, как через дуны, вытачивают воду напрямую. Да, потому что объемы должны. А вообще хоть чуть-чуть, вот уровень падает. За 7 дней упал. Но вчера нам просто много руки опустились, вчера пришло все снова. То есть, вот поэтому сразу никто не обращался, да? Думали, что вы все справитесь. Нет, мы обращались с первого дня. Я имею в виду меня, но ко мне никто ничего не просил. Да, вам не обращались. То есть, просили о том, что МЧС, звонили везде, везде. Мне арендаторы так сказали, которые там Ролеты, да? Они сказали, что звонили везде, звоним каждый день. Приходило казачество, поставили нам заявку. То есть, сказали, что подъедем и подъедем. И точнее, казачество, казачество и администрация. Мы вчера приходили в соседние дома, где есть именно жилые помещения. То есть, жилые. Не гостевые дома, а именно жилье. Они пришли, составили арки, опорчили имущество и все. А коммерческую сторону курорта нас никто не просил. Нам никто не пришел. Никто не посмотрел, в каком состоянии наши подстанции, почему они не запущены. Сегодня позвонили в НЕСК, они говорят, что они у вас подтоплены. Вот одна подстанция, она с Украины. Даже на воздушности стоит. Да, она стоит на воздушности, она сухая, подмеды воды нет. И вторая подстанция на территории Веста, она тоже сухая. Как и ни почему они сделали выводы о том, что у нас подтоплено, и ее нельзя сейчас приходить ремонтировать, мы не знаем. То есть, никакой комиссии не было. Никого не. Понятно. В общем, ребят, если есть у вас возможности, вот хоть чуть-чуть отродания, помогите, сделайте репосты, будут вам люди очень благодарны. Украина. Украина. Украина.